Музыка 25 февраля 2021 года в рамках выставки интераграммаж сотрудники агротехцентра колхоз провели научно-практический семинар, посвященный роли современных агротехнологий в сохранении потенциала урожайности, заложенного изначально в сельскохозяйственных культурах. Ну и для начала немного статистики. Рекордно засусливый, который остался в нашей памяти и памяти старшего поколения год 1972 с урожайностью зерновых и зернобобовых по Советскому Союзу 13 центнеров с гектара, но почему-то не отложились другие годы с меньшей урожайностью 1975, 1981, 1998. До 2008 года средняя урожайность по зерновым вообще не превышала 20 центнеров с гектара, а до 1958 не поднималась выше 10. Засусливый 2010 год с урожайностью 18,3 центнеров с гектара и вроде бы благополучный 2012 с той же урожайностью, но в 2010 все зарешала цена, точнее ее ограничение. В 2020 год все признали более засусливым, чем рекордные в кавычках 1972 и 2010 годы, но тем не менее, валовый сбор зерновых почти 133 миллиона тонн, урожайность 28,2 центнеров с гектара. Это чуть меньше, чем в благоприятном 2017, когда собрали 135,5 миллионов тонн при урожайности 30 центнеров с гектара. Обращу ваше внимание на то, что данные по осадкам и температурам взяты для Ростова-на-Дону. Однако та же тенденция снижения уровня осадков и роста температур актуальна практически для всей европейской территории России. Казалось бы, картина маслом, температура растут, уровень осадков медленно снижается. Дело идет к опустыниванию, но на самом деле нет, урожайность растет, несмотря на вроде бы неблагоприятные условия. В чем тут дело? А дело, скорее всего, в совершенствовании агротехнологий, которые, в свою очередь, снижают зависимость сельскохозяйственного производства от погодных условий. Так в чем все-таки суть современного технологического уклада? Все, казалось бы, просто. В осмысленном и обоснованном подходе к каждому этапу производственного процесса. То есть необходимо понимание, какую мы ставим цель, применяя тот или иной препарат, агроприем, операцию, и какого результата при этом мы хотим достигнуть. Поскольку каждое действие в производстве влечет за собой материальные затраты, а отсутствие результата – материальные потери. И наша цель – дать сельхозпроизводителям обоснованные рекомендации по максимальному сохранению изначального потенциала культуры на каждом этапе производства. Не новость, что практически все протравители обладают ингибирующим воздействием, выраженным в большей или меньшей степени на проросток. Как можно компенсировать этот фактор? С помощью комплексной обработки семян, где в состав рабочего раствора входят, кроме фунгицидного протравителя, микро- и макроэлементные компоненты, биологическая составляющая, обязательно биоприлипатели ПА-10. И об одном из элементов, а именно препарате ЗС, являющемся в этой схеме резостимулятором, действия которого направлены на усиление роста и развития корневой системы, на нашем семинаре рассказала Делева Лидия Венедиктовна, кандидат сельскохозяйственных наук, директор ООО ЮКРОСБИО. Лидия Венедиктовна поделилась совместными ООО АТЦ «Колхоз» наработками в области эффективного применения ЗСС в качестве резостимулятора при обработке семян, а также в качестве стимулятора общего действия при обработках растений по вегетации с целью сохранения потенциала и повышения качества продукции. И именно такой комплексный подход к подготовке семян позволил партнерам ОТЦ «Колхоз» получить осенью 2020 года равномерный, быстро развивающийся всходы. Следующий неблагоприятный фактор – это недостаток минерального питания и влаги. С минеральным питанием все более или менее понятно, его можно корректировать в зависимости от реальных анализов почвы. При этом все-таки следует учитывать накопление влаги в метровом слое почвы, температурный режим и взаимное влияние элементов питания. Со влагообеспеченностью все несколько сложнее. Казалось бы, если влаги нет, то и взять ее негде, и повлиять на этот процесс нет никакой возможности. Но, как вы поняли из ранее показанных графиков, далеко не все так просто на самом деле. Выходит, с помощью технологий можно каким-то образом накопить, сохранить и по максимуму эффективно использовать те запасы влаги, которыми природа нас щедро одаряет. И это не обязательно прямой посев. Почему-то все привыкли рассматривать две крайности в системах почвообработки или необработки. Классика и наутилка, будто других вариантов в природе вообще не существует. И тем не менее, есть практика работы конкретного хозяйства на минимальной почвообработке, которую как раз и можно принять за альтернативу двум вышеозвученным крайностям. О ней подробно рассказал Даманов Михаил Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук. Десятилетний опыт применения системы земледелия по Овсинскому дал потрясающие результаты. Плюс 1,3% гумуса за 8 лет. Снижение доз минеральных удобрений. 60 кг по действующему веществу в среднем посевообороте. Сокращение в три раза прямых затрат на почвообработку и обслуживание техники. И минимальная обработка почвы способствовала накоплению, сохранению и равномерному распределению влаги в метровом слое почвы, о чем свидетельствовали неоднократные исследования и стабильно высокие урожаи культур севооборотов. В своей презентации Михаил Николаевич лишь слегка коснулся темы биологизации. Мы не объявляем микробиологию какой-то панацеей для сельского хозяйства, считаем ее одним из элементов технологии. И именно поэтому, как и все остальные элементы, она требует к себе определенного подхода, соблюдения технологических требований к условиям хранения и применения. Опытом применения бактериального консорциума INBIOFIT на всех стадиях сельскохозяйственного производства в условиях конкретного хозяйства рассказал Ефанов Александр Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук. Он выделил три основных принципа, по которым подбирался эффективный биопрепарат. Первый и самый главный – это государственная регистрация препарата. Второй, очень важный – многоштаммовость и, как следствие, способность решать несколько задач одновременно. Третий – это эффективность, доказанная независимыми экспертными органами. Именно таким и оказался сбалансированный бактериальный консорциум INBIOFIT и его производные. Первоначально на эти препараты возлагалась лишь функция деструкции растительных остатков. Но в процессе контроля эффективности их применения, в том числе и по вегетирующим растениям, стало ясно, что INBIOFIT успешно сдерживает активность патогенных микроорганизмов и является по своей сути агентом биологического контроля патоцинозов. С первого года такой комплексной биологизации бактериальные компоненты шли в фарватере химических средств защиты растений, которые подбирались исключительно по результатам достоверной фитоэкспертизы. Со второго года уже около трети площадей зерновых выпали из-под первой фунгицидной обработки, поскольку не было показаний для ее проведения. Обошлись биологией. Экономия около 1000 рублей на одном гектаре. По результатам микробиологических исследований семенного материала урожая 2020 года на зерне азимой пшеницы обнаружен минимум условно-патогенных грибов, не являющихся продуцентами опасных микотоксинов. Считаем этот факт очень важным, поскольку сейчас как к фуражу, так и к зерну, отправляемому на экспорт, предъявляются повышенные требования именно в плане зараженности микотоксинами. Помните, что одним из минусов у нас является несоблюдение технологических требований. Очень важный пункт, причем на всех этапах производства, начиная от подбора сортов и заканчивая после уборочной хранения продукции. И нет в этом механизме неважных шестеренок. Выпадение одной или нескольких влечет за собой поломку и потерю эффективности всей машины, а из этого следуют неизбежные материальные потери. Очень важно ваше ответственное отношение ко всем элементам технологии. Одним из ключевых моментов технологии является работа опрыскивателя. Почему? Это потому, что определенные мероприятия по защите растений от патогенов и вредителей, по борьбе с сорняками, по некорневым подкормкам, проводятся именно с помощью опрыскивателя. Об основных принципах работы опрыскивателя и о повышении эффективности этой технологической операции на семинаре рассказал Соловьев Михаил Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук. Уважаемые друзья, на семинаре мы осветили некоторые моменты современных агротехнологий, которым с нашей точки зрения удается недостаточно внимания, но которые на самом деле имеют очень большое значение. Мы только вкратце остановились на защите растений, поскольку на предыдущих мероприятиях этот вопрос был практически первоочередным, и желающие могут посмотреть презентации и интервью с Буденковым Николаем Ивановичем, ведущим научным сотрудником в НИИ фитопатологии, кандидатом сельскохозяйственных наук на нашем канале в YouTube. Тем не менее, заострю ваше внимание на основных принципах, на которых и строится вся система защиты. Первый – это достоверная фитодиагностика и фитомониторинг. Второй – комплексная биологизация. Также мало внимания мы уделили сегодня основному минеральному питанию, сосредоточившись на некорнивых подкормках. Основному питанию на наших семинарах ранее также уделялось много времени. Эту тему освещал для вас профессор Скавребов Валерий Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения Ставропольского ГАУ. Его выступления и интервью также размещены на нашем канале в YouTube. В заключении желаем всем работникам сельскохозяйства стабильно высоких урожаев, экономического благополучия и здоровья, что немаловажно в наше сложное время.